Глава 14. Куколка входит в моду. Случаются в Петербурге такие воскресные дни, когда воздух делается как-то чище и светлее. Небо ярче и солнце светит, точно праздничная русская девушка валом сарафания, идущая в церковь под бурный и радостный колокольный звон. Солнце светит тоже по праздничному. Тогда будни уползают, как серые старые змеи, куда-то далеко, и на душе весело, радостно. Тогда музыка городской суеты звучит ленивее и гармоничнее, а золотые пылинки в дружески теплом луче солнца, протянутом от неплотно задернутой портьеры до узорчатого ковра над кроватью, пылинки пляшут особенно беззаботно и лихо. Хоровод этих крошек особенно затанцевал и закружился, когда куколка потянулся в свои постели и раскрыл сонные глаза. Утренний церковный благовест разлился круглыми, тугими, упругими, как литые мечи звуками, и несколько таких медных мячиков звуков запрыгало в куколкиной комнате, схватившись за руки с пляшущими золотыми пылинками. Этот веселый утренний бал окончательно вернул куколку от сна к жизни. Он бодро вскочил, накинул халатик, заказал хозяйке кофе с филипповскими пирожками, принял ванну и, освеженный, особенно благодушный в предвкушении праздничного дня, важно развернул свежую газету. В отделе литературной хроники было написано и о нем. Входящий в известность писатель В. Шелковников едет в скором времени в Италию на Капри, где будет работать над задуманным им романом. Куколка улыбнулся и с дружеским упреком покачал головой. «Ах, мотылек, мотылек! Вечно он что-нибудь выдумает. Впрочем, это он для меня же. Какой такой роман?» И в голове даже не было. «А роман хорошо бы написать, толстый такой, в трех частях». Снова гулко и тяжело грянули воскресные колокола. Куколка при этих звуках вдруг бросил газету и всплеснул руками. «Боже ты мой, а помолиться-то я и забыл!» Очевидно, для куколки это было важное упущение. «Пойди-ка потом исправь. Как исправишь?» Потому что он немедленно же опустился перед образом на колени и вознес к Богу ряд мелких и крупных молитв, где причудливо смешались воедино прошения и благодарения, запосланные свыше. Молился он за мать, за Россию, за мецената и мотылька, за Кузю и Новаковича, его новых таких преданных друзей. За то, чтобы тираж вершин, где он секретарствовал, вырос вдвое, благодарил Бога за неиспосланный ему талант, вознес самую пышную гирлянду лучших отборных молитв за прекрасную чудную яблоньку. А, вспомнив, кстати, и о ее знакомом Рыжем Боре, и спросил и для него у Господа Бога мирного упокоения в селениях праведных. Чистая душа был этот куколка, и сердце его возносилось с просьбами ко Вседержателю, с такой же сыновней простотой, с какой мальчишка выпрашивает у матери лишнюю горсть орехов. Покончив с религиозными хлопотами и заботами, куколка бодро нырнул в светские дела, а именно, выпил большую чашку кофе с двумя популярными филипповскими пирожками, еще тепленькими, и принялся писать матери в провинцию восторженное письмо о своих блестящих шагах на поприще литературной славы, о верных друзьях меценатовской плеяды, о яблоньке, которая, по его меткому утверждению, была лучшим божьим созданием на земле, о романе в трех-четырех частях, которые он предполагает писать. Так здоровое зерно, брошенное в черноземную почву, немедленно дает роскошные ростки, о взаимоотношениях редактора и издателя «Вершин», о своей квартирной хозяйке, о многом писал куколка, много зернистых мыслей и сведений опрокинул со дна чернильницы на бумагу, много дряни и трюхи втиснул туда же, инстинктивно памятая, что родительский желудок все, все решительно, каждую крупицу с жадностью поглотит и все с благодарностью переварит. Только что окончил куколка письмо, как в дверь постучали. — Пожалуйста, войдите, — разрешил куколка. Господин с жесткой щетиной на лице и искательными глазами, в узкой, отлакированной временем, венскими стульями и пивными столиками без скатерти визитки, в брюках, чудовищно вздутых на коленях, будто он сунул туда два футбольных мяча. Такого вида господин вошел в комнату и поклонился с принужденной грацией. Щедро получающего на чай трактирного слуги. Простите, что врываюсь. Праздник, отдых, знаю. Но пресса безжалостна. Чудовище сжевывают зубами в конце концов всего человека. К новоприбывшему чудовище пресса, однако, отнеслась довольно милостиво. Кроме наполовину сжеванного галстука и объеденного низа брюк, он почти не пострадал от зубов прессы. Да, насчет прессы вы верно отметили. Благосклонно согласился куколка. Чем вообще могу служить? Я от редакции «Вечерняя звезда». Прислан интервьюировать. Вас. Разрешите. Сердце куколки бешено забилось и сладко, как на качелях, опустилось вниз, чтоб сейчас же еще слаще взлететь в поднебесье. «Да что вы! Мне, право, так неловко. Зачем же вам беспокоиться? Я бы сам пришел, если нужно». На лице щетинистого изобразился благоговейный ужас. «О, что вы! Как же мы осмелились бы беспокоить такого масти...» Он чуть не сказал «маститого», но, взглянув на юное простодушное лицо куколки, спохватился. «Такого популярного человека. Итак, разрешите?» «Извольте», — засуетился куколка. «Да вы не хотите ли кофе выпить?» «Вот и булочки, масло, пирожок есть». «Я, собственно, уже завтракал», — пробормотал интервьюер вечерней звезды, в то же время обрушиваясь на предложенные продукты с такой яростью, что его слова о съеденном завтраке должны были бы относиться к эпохе 70-х годов. «Эх, под такой бы пирожок бы дарюмочку бы водки двуспальную», на лице куколки отразилось совершеннейшее отчаяние. «Ах ты, несчастье какое, боже мой! Водки как раз и нет! И как это я упустил! Впрочем, есть красное вино. Вы выпьете красного?» Интервьюер закивал головой и промычал набитым ртом так энергично, что было очевидно, окраска предложенного напитка являлась для него мельчайшей деталью. Наконец, отвалившись от стола, он допил последнюю каплю вина и сказал в виде оправдания своему хищному поведению. «Прогулка, знаете, дьявольски развивает аппетит». «Где родились?» «В Симбирске». «Хороший город, непременно побываю. Так и запишем. Место рождения Симбирск». «Учились?» «Учился». «И правильно, учение, как говорится, свет». «Почему начали писать?» «Тянуло меня к литературе». «Благороднейшая тяга». «Другого паршивца к бильярду тянет». «Ботифончика таки заложить». «А избранные натуры непременно к литературе взор свой обращают». «Или там к музыке, какой ни на есть». «На какие языки переведены?» «Собственно, еще и на какие». «Так и запишем. Две поэмы вышли в английском переводе в «Меркюр де Франс». Репортер откинул назад голову и с такой восторженной любовью и гордостью артиста поглядел на четко выписанное им в памятной книжке название иностранного журнала, что у куколки не хватило духу протестовать. Кого из классиков лично знали? Тургенев, Достоевского, Гончарова? Помилуйте, меня и на свете тогда не было. Прискорбно. Строг тридцать похитила у меня эта ваша молодость. Впрочем, черкнем штришок». В бытность свою в Симбирске великий Тургенев взял однажды на руки Шелковникова, тогда еще малютку, и пророчески воскликнул. «Вот мой продолжатель». Но ведь этого не было. «А почем, вы знаете? Вдруг было? Да вы по младенчеству не обратили внимания. Ваш любимый писатель?» «Пушкин». «Так и занесем. Пушкин и Достоевский. Говорят, роман пишете?» «Видите ли, я еще не знаю». «Так-с, тайно понимаю. Тайно святое дело. Из какого быта? Я полагаю, насчет оскудения интеллигенции, э?» «Как вам сказать?» «В отчаянии пробормотал куколка». «Так и запишем. В будущем произведение жестоко бичуются уродливости русских рузинах, оторвавшихся от земли. Курите?» «Ну, это такая деталь, что стоит ли указывать?» «Нет. Мне бы...» «Мне папироску». «Ужасно курить хочется». «Я в том смысле». «Скажите еще что-нибудь, копеек на тридцать, для округления». Куколка беспомощно взглянул на него. Что ему сказать? У бедняги даже мелькнула мысль предложить интервьюеру эти недостающие тридцать копеек наличными. Но тот уже вдохновенно перебил его. «Спортом занимаетесь?» «Вы, по-моему, хороший боксер легкого веса, нет?» «Ну, все равно. Займетесь на свободе. Наш собеседник очень увлекается кроме литературы и той отраслью спорта, о которой еще знаменитый Расплюев отзывался. Просвещенные мореплаватели и вдруг бокс. Тот Расплюев, который в изображении артиста Давыдова вырастает в... Ну, во что он вырастает, я после допишу. Дома. Он перечитал написанное и вытянул губы трубочкой. Гм. Суховато немного вышло. Ну, я думаю, еще иллюминую. Красочкой кое-где трону. Ну, я побежал. Еще один фрукт на очереди. Посланник. Балканский вопрос. Рубля на четыре. Счастливо оставаться. Еще папиросочку можно? Три? Ну, три. Или пять. Для округления. Так. В Саратове родились? Чудный город. Обязательно побываю. Так сказать, на месте преступления. Чудно. Пляж, фактурии. Эх ты, Волга. Как говорил покойный Степан Разин. Эпоса. До скорейшего. Этот бедный паденщик пользовался в литературных кругах популярностью за одну свою странную особенность. Получив в конце месяца из редакции деньги, рублей пятьдесят, он, вместо того, чтобы освежить свой туалет или расплатиться с пребывавшей в хронической панике квартирной хозяйкой, вместо этого он брал лихача на дутых шинах, мчался в аквариум, заказывал великолепный ужин в ложе, выходящий к сцене, пил шампанское, закуривал гавану и, купив у продавщицы пук красных роз на деньги, оставшиеся после уплаты по счету, барским жестом, швырял цветы какой-нибудь пляшущей на сцене испанки. После чего пешком возвращался домой, опустошенный, но бодрый, бормоча себе под нос. По-великокняжески провел вечер, ай да мы, пеганосовая, вот это жизнь, красота, ракета. Манера разговаривать у него была тоже особенная, никому другому не свойственная. Мотылёк почему-то называл эту манеру фонетическим методом. При встрече с мотыльком он еще и издалека кричал. — Здравствуйте, красавец! Зарабатываете? Красота! А галстучек-то? Мода! Король Эдуард пуговицу на жилетке для моды расстегивал. — Англичане! Гибралтарский вопрос. Думаю, в Испанию поехать. Кастаньеты, танцовщицы, в аквариуме давно были? Осетрина Биарнес чудная. Рыбный вопрос. Думаю, рыбной ловлей заняться. Море черное, Каспийское, нефтяные вышки, Нобель. Керосиновый король, красавец. Зарабатывает. Эта бесконечная лента могла тянуться полчаса. Теперь, когда он вышел от куколки, куколка минут пять сидела глушенной. Будто его посадили под жерлом пушки и выстрелили. Но не успел он прийти в себя, как в двери снова постучали. — Можно? Можно. Вошелся добородый старец, казалось, весь сделанный из мягкого серебристого плюша. Благостный, импозантный, в сером сюртюке и с плюшевой шляпой в руке. Жаждал познакомиться. Мягким серебристым боском проворковал он, окружая руку куколки, двумя пухлыми ладонями, будто пуховой периной. — Вот вы какой! Совсем молодой. А мы уже старикис. Да, с. На исходе. Вы в гору, мы под гору. Вот и зашел посмотреть, чем молодежь дышит. — С кем имею честь, — пробормотал куколка. Посетитель назвал свою фамилию, и куколка так и отпрянул в благоговейном ужасе. Носитель фамилии был крупный по петербургскому масштабу писатель, гремевший своими романами в прошедшем десятилетии. Что его привело к бедному, в шутку раздутому, как детский воздушный шар, по выражению мотылька куколке? Захотелось ли ему при взгляде на куколку вспомнить себя самого, молодым, входящим в моду, взбирающимся на высокую гору? Или уж очень он боялся отстать от века? Или захотел старый литературный слон грешным делом заручиться признательностью и дружбой будущей знаменитости? Бог его знает. Темные и извилистые пути артистической души на закате. — Боже ты мой! — засуетился радостно смущенный, растерянный куколка. — Я даже не знаю, какое кресло вам предложить. Ведь вы наш учитель. На какое почетное место посадить вас? — Э-э-э, все равно, в конце концов, в калушу посадите, хе-хе. Впрочем, шучу. — Вы имеете, кажется, отношение к редакции вершины? — Да, я там секретарем. — Хороший журнал. В моду входит. Я вам, кстати, чтобы не с пустыми руками заходить, вещицу принес. Кажется, удалась. — Хотите, берите для журнала. Куколка бросил косой взгляд на извлеченную из чертучного кармана трубкообразную вещицу. И хотя был он восторженный и опытен, как дитя, но не мог не заметить, что вещица уже бывалая. Следы ее путешествий ясно обозначались в виде стертых, потрепанных краев и карандашных, ядовито-синих, не поддающихся резинки пометок на обложке. К. Возвр. Тем не менее, куколка вещицу благоговейно взял и тут же заверил, что со своей стороны приложит все усилия, чтобы в ближайшее время и так далее. Был он еще мягок и сердечен, резко отличаясь от старых, отчерствевших редакционных тигров, жестоких палачей, живодеров, убийц и крушителей, как робких, радостно начинающих, так и угрюмо кончающихся дарований. «Ну, теперь я пойду, а то вы тут, может, творили что-нибудь, хехе, вечное, а я старый брюзга мешаю». Еще раз к куколке на рука нырнула, как в душную пуховую перину в две чисто вымытые пухлые ладони, и плюшевый мягкий старик вышел, покачиваясь серебристой бородой, опираясь на трость с серебряным набалдашником. После его ухода куколка посидел еще немного в задумчивости, перечитал письмо к маме, дописал несколько строк и сказал сам себе, потирая лоб. «Что-то мне еще нужно сделать. Неприятное, но необходимое. Гмм, со вчерашнего дня собираюсь. Ах да, разыскать мецената и поговорить с ним». Куколка с гримаской почесал затылок, вынул из ящика письменного стола какую-то светло-фиолетовую записочку, перечитал ее, вздохнул и, энергично одевшись, решительно вышел из дома. Продолжение следует...